Опыт в сфере IT. В целом я из Астана Хаб. В сфере IT у меня больше менеджмент. Но, в принципе, мне интересна вот эта разработка. Я тоже решила подключиться к вам. Здорово. Так, кто дальше? Адиль, Ильдар, вы с нами? Может, кто-нибудь хочет? Ага, да-да-да. Саам-влекум, да, я с вами. Пожалуйста, представьтесь и расскажите, есть ли какой-нибудь у вас опыт в сфере IT. Я только начал обучаться. Ага. Пожалуй, с криптом мы обучаемся сейчас. Отлично. Так. К нам присоединяются. Так, Инкар. Здравствуйте. Не хотите? Может, познакомимся? Здравствуйте. Здравствуйте. Мне просто интересно, что у вас крипт, и я хотела просто узнать. Ага, понял. Окей. Так. Оператор ТВ. Вас как зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Меня зовут Адилет. Адилет, да? Ага. Да-да. А есть ли у вас опыт в IT? Может, вы увлекаетесь чем-то? Не, увлекаюсь просто. В Адилет. Ага. Хочу начать изучать. Понял. Окей, хорошо. Так. Алибек. Здравствуйте. Я только изучаю. В Адилет. Окей. Так. Фатима. Фатима, вы с нами? Так. Ладно. Дальше идем. Галхар. Всем привет. Опыта программирования нет. Вот. Хочу изучить, посмотреть, что это. Ага. Ага. Все. Отлично. Отлично. Так. Нам заходят пока что. Людвиг. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Я учусь в магистратуре, ну, на айтишнике, но коммерческого нет опыта. Вот. Собираюсь изучать. Отлично. А вас как зовут? Вас зовут Людвиг, да? Или это не так? Тима Глан. А, Тима Глан. Хорошо. Отлично. Окей. Так. Мадина. По-моему, мы с вами знакомы, да? Да, знакомы. Знакомы. Окей. Так. Ну, чисто ради публики. Пожалуйста, представьтесь и расскажите, есть ли у вас опыт в сфере IT. Да, есть опыт, но не как фронтендер, я создаю сайты на движках. Базовые знания, что мы CSS и JavaScript тоже начальный только. Отлично. Так. Мирген. Мирген, здравствуйте. Добрый день. Извините, микрофон не могу включить. Ага. Всех приветствую. Ну, у меня это к IT-опосредственное отношение, то есть базовое, еще старое образование, второе было, конечно, с программированием связано, но сейчас в основном я занимаюсь именно структурированием и логикой тех заданий и так далее. То есть, ну, как бы я занимаюсь, скажем, там… Получается, вы технически… Да, 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 соединяю, скажем, заказчиков именно в техническом, не в коммерческом смысле. Грубо говоря, перевожу хотелки заказчиков на язык программистов, чтобы они друг друга лучше понимали. Ну, и, соответственно, как бизнес-процессы, ну, большой опыт в строении бизнес-процессов, ну, построение, скажем, перевод нормальных тех заданий на нормальный язык, для чтобы они друг друга понимали. Да, здорово. Здорово. Ну, это хорошо. То есть, получается, вы, объясняя, скажем так, с языка программистов на язык простого пользователя, да, получается, у вас уже есть понимание, да, как устроен вообще язык программирования? Да, да, я понимаю, с одной стороны, как программисты, ну, мышление программиста, с другой стороны, ну, как они могут реализовать возможности, и как проще, и как лучше. С другой стороны, я и этим пользователям, заказчикам тоже могу объяснить, как лучше построить логику самого бизнес-процесса, чтобы это было легче автоматизировать. Да, здорово, здорово. Вот, да, хотел подчеркнуть, эта работа тоже очень важна, потому что, скажем так, ну, у каждого, да, тот, кто работает в своей сфере, у них, получается, свой язык, свои сленги и так далее, вот. И приходится, получается, объяснять обычным пользователям, что вообще программист имел в виду, да, когда что-то говорил. Вот. Окей. Так, ну, давайте тогда начнем. JavaScript. Кто мне скажет вообще? Что такое JavaScript? Вот кто знает? Вот своими словами скажите, пожалуйста, JavaScript это... Можете руку поднять, если хотите. Кто скажет? JavaScript? Можно я, да? Да, конечно. Ну, это и этот язык программировал, мне скажем так. Так. Использует какие-то определенные, скажем, функциональные стили, там, объекте это, скажем, поддерживает... Как сказать? Так, ну, своими словами. В моем понимании, как я как раз и записался, чтобы лучше разбираться в этом, да. А-а-а. Другое мнение. Так. Только что кто-то руку поднимал. Азат? Ага, слушаю вас. Это высокоуровневый язык программирования, ориентированный, ну, больше на людей, чем на машины. И я сегодня буквально вычитал, что он стал наряду с C++ и C Sharp в этом плане. Да, да. Мы как раз об этом тоже поговорим. JavaScript является одним из самых постребованных языков. И даже по версии Хаббер на 2022 год JavaScript вышел на первое место по популярности. Окей. Кто еще скажет? Да, заслушаю вас. Он еще этот язык, я недавно прочитал, что NASA его использует, Netflix перешли на него, и он помог им как-то, ну, быстрее загружать сайт. Я раньше занимался SEO-продвижением сайтов, ну, то есть в топ-10 угла Яндекса. И JavaScript там очень активно применяется. Я краем уха слышал, что там применяется в технологии Ajax, как-то вот так. Да. Абсолютно верно. Ну, для тех, кто знает, скажу, что, да, технология Ajax, абсолютно верно, Ajax. Да, то есть, получается, эта технология позволяет нам посылать запрос без перезагрузки страниц. Да, абсолютно верно. Окей. Ну, давайте тогда пойдем по слайдам. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Так, надеюсь, вам видно. Итак, поехали. Так, секундочку. К нам находятся новые люди. Так. Итак, поехали. Давайте немножко такой скучной теории. Итак, что такое вообще JavaScript? Язык JavaScript, он предназначен для его выполнения в браутере наряду с HTML и CSS. Но если эти языки, они предназначены для верстки, да, то есть, HTML и CSS, они используются для построения сайта для верстки. Прошу прощения, к нам заходят еще люди. Так. А, нет. Оказалось. Окей. То JavaScript, он позволяет оживлять, да, веб-страницы. Вот наверняка вы замечали, да, на сайтах, допустим, есть верхняя менюшка, да, то есть, главное, там, у нас, контакты, услуги и так далее. Вот, допустим, вы замечали, что, скажем, мы можем создавать выпадающее меню, да, то есть, допустим, мы наводим мышкой на какой-то пункт, скажем, о нас, наводим мышкой, и там выпадают еще пункты, да, скажем, история компании, там, что мы предоставляем, ну, вот. Второй пример, допустим, на том же сайте, да, скажем, есть слайдер, то есть, сами картинки меняются местами, вот. Это тоже делается на JavaScript. Так. Окей, там зашли еще люди. Вот. JavaScript, он, получается, работает вместе с HTML и CSS. Вот так. Идем дальше. Следующий вопрос, почему именно JavaScript? Ну, во-первых, да, JavaScript, он легкий в изучении для тех, кто только заходит в сферу IT. Вот. Второе. После изучения JavaScript вам будет проще изучать C-подобные языки. Что такое C-подобные? C-подобные к ним относятся, допустим, это PHP, Python, C++, C Sharp и много-много других языков. Вот. Они все называются C-подобные. Почему? Потому что у них схожие инструменты. Вот наверняка вы слышали такие вещи, как перемены, циклы, массивы, функции. Вот. Это все относится к C-подобным языкам. Вот. И после изучения JavaScript вы с легкостью освоите другие языки. Вот. Третье. JavaScript не требует установки сложных программ. Вам всего лишь требуется текстовый редактор и браузер. Да. Больше нам ничего не нужно. Вот. Даже когда вы перейдете на изучение, допустим, того же React, да, React.js, Vue.js, Node.js, вам тоже не придется устанавливать вообще другие программы, а тем более сложные программы. Четвертое. Только что мы об этом уже говорили, JavaScript, он один из самых востребованных языков программирования. На 2022 год по версии Hubbard, да, JavaScript вышел на первое место. Вот. И, соответственно, зарплата, да, что нас больше всего интересует, это зарплата. Те, кто только вошли в эту сферу, да, работают JavaScript разработчиками. И не только JavaScript, допустим, тот же React, Node.js, наверняка вы слышали. Об этом они зарабатывают вот такие суммы от 500 долларов. Вот. И 500 долларов – это минимальная зарплата. Ну, поехали дальше. Итак, следующий вопрос. Что же может JavaScript? Ответ, по идее, здесь все. Ну, а да, если точнее быть, вы можете с помощью него создавать сайты, веб-приложения, мобильные приложения, работать с базами данных, а также вы можете создавать на нем игры. Кстати, сегодня мы это на практике посмотрим. То есть, другими словами, JavaScript может все. Итак, дальше. Возможно, этот вопрос к вам не относится. Ну, то есть, допустим, возможно, вы такие вопросы не задаете, но у меня были такие случаи, когда вот такие вопросы мне задавали. То есть, типа, если я гуманитарий, я смогу освоить JavaScript? Ответ, конечно. То есть, вам не нужно уметь работать с высшей математикой, но это не значит, что высшая математика вам не пригодится. То есть, все зависит от того, где вы работаете. То есть, если вам не приходится строить космические корабли, то высшая математика вам не пригодится, можете быть спокойны. Вот. Это ответ на вопрос, типа, если вы гуманитарий, если у вас якобы не математический склад ума, вот ответ. Дальше. Сколько нужно времени, чтобы освоить JavaScript? Итак, чтобы освоить, хорошо освоить, с практикой, с опытом, вам потребуется всего лишь пару месяцев. Кстати, в нашей школе есть курс JavaScript за два месяца. Вы освоите, хорошо, основы, а также у вас будет практический опыт. Мы будем разрабатывать игры, разные программы, вот. Начиная от калькулятора, заканчивая, допустим, какой-нибудь игрой. Вот. Это все у нас будет. И всего это будет за два месяца. Дальше. Да. Только что я уже об этом говорил, по поводу игр. Например, давайте мы с вами посмотрим две игры, сделанные на JavaScript. Давайте сейчас я их открою. Кстати, вам же скидывали, да, по-моему, текстовые редакторы, ссылки? Да, 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 абсолютно верно. Пожалуйста, скачайте Visual Studio Code и установите его. Это у нас текстовый редактор. Все, больше нам ничего не потребуется, только он. Он весит немного и много времени, как бы, его установка много времени не займет. Ильдар, да, у вас вопрос? Да, у меня вопрос был. Я хотел спросить по поводу зарплаты, вот то, что вы указали, 500 долларов. Это зарплата, как она, как ее считать, как по миру или по региону какому-то отдельно? Вы даже можете посчитать его по Казахстану. У нас в стране вот такие взоги зарплаты. Вы даже можете зайти в Headhunter. Да, что тут говорить? Давайте я вам покажу на примере. Сейчас, секундочку. Сейчас я открою. Так, Headhunter. Так, давайте я пока, пожалуйста, вы пока скачивайте и устанавливайте. А пока я вам покажу, какие есть вакансии. Итак, надеюсь, вам видно. Я пишу JS. Можно JS или давайте JavaScript напишем. JavaScript. Вот. JavaScript разработчик. Найти работу. Так, здесь у нас... Да, за все время. Вот. Вот, смотрите. Вот. Город Астана. Компания Toa Unipark. Frontend разработчик. JavaScript относится к frontend разработке. Зарплата, вот, пожалуйста, от 500 тысяч тенгер. Вот. Дальше. Ну, это уже HTML верстальщик. HTML – это не... Это другое. Но в любом случае, даже работая HTML верстальщиком, вы будете зарабатывать вот такие суммы. Следующий пример. Frontend Developer. Vue.js. Город Астана. ООО Perfect Systems. Зарплата. От 2000 долларов в месяц. Дальше. Fullstack backend middle senior web разработчик. Зарплата. От 400 тысяч тенге. Ильдар, да, слушаю вас. Еще вопрос. А вот то, что вы показали, это по опыту, это для новичка такие зарплаты или тот человек уже, который более опытный? Смотрите, чтобы было понятно, я объясню так. Разработчики делятся на, скажем так, на три типа. Это у нас junior, middle, senior. Junior разработчик – это разработчик, у которого есть знания, но нету опыта. Допустим, если вы, скажем, пройдете у нас шестимесячный курс по фронт-энд разработке, вы станете junior плюс. То есть, получается, вы, у вас есть, вы будете обладать знаниями как middle разработчик, но у вас будет… А смотрите, чтобы стать middle разработчиком, у вас должен быть опыт от 3-5 лет. Вот. А junior плюс, он как бы почти middle, но ему не хватает, скажем, двух лет, скажем, еще опыта не хватает, вот. И тогда он станет медлом. А junior плюс – да. Получается, если вы junior плюс и у вас нет опыта, но вы хорошо себя показали на собеседовании, пожалуйста, вас спокойно возьмут, скажут, да, этот молодой человек обладает хорошими знаниями. Давайте мы начнем с 400 тысяч, давайте мы ему дадим, потом его в течение двух лет посмотрим, а потом поднимем зарплату. Галхар, да, слушаю вас. Подскажите, пожалуйста, получается, после курсов, если у вас прийти курсы двухмесячные по JavaScript, то мы уже можем как бы быть juniorами или все-таки нет, и надо как бы стажировку искать, или можно уже сразу устраиваться? Насколько ваши курсы подготавливают к тому, что мы можем сразу трудоустроиться? Смотрите, тут есть один момент. JavaScript является основой. Вот. Да, вы можете попытаться, но, конечно же, два месяца – это не так много, но, скажем, взяв JavaScript как основу, вы можете сделать следующий шаг, допустим, изучить React. React.js можете изучить, после этого вы можете попытаться свое счастье устроиться на работу. Да? Можно. Конечно. Вот. А если у вас еще есть дополнительные знания HTML, CSS, вот, тогда шансы еще больше будут. Ну, тут опять, видите, тут несколько тонких моментов есть. Тут нисколько от знаний зависит, сколько умений вести себя на собеседовании, как хорошо у вас выстроен резюме. Вот. Кстати, по статистике, чтобы найти работу в сфере IT, нужно пройти около 30, около 50 собеседований. Почему это делается? Это делается не потому, что там, вот, многие думают, что вот, меня там не взяли в три компании, значит, я там не способен, там, меня обманули, знаний у меня не хватает. Нет, дело не в этом. Проходя собеседование, вы делаете работу над ошибками и находите свои слабые места. Может, где-то вы что-то подзабыли, что-то вы не знали. Вот. И дальше вы работаете над собой, выписываете себе список, их прорабатываете, и потом вас спокойно берут на работу. Вот. Просто почему вот у нас на курсах мы, у нас идет больше всего практики. Почему? Потому что эти задачи, которые будут максимально приближены к тем задачам, которые вы будете получать на своих работах, в которые вы в будущем, дай бог, устроитесь. Вот. И тогда вы не будете долго размышлять, и вы будете спокойно эти задачи выполнять. Вот. Если хотите, давайте мы дальше еще посмотрим вакансии, какие еще есть. Ну, это у нас FullStack PHP разработчик. Это нас не устраивает. FullStack Developer. Давайте еще мы с вами поговорим по поводу, вот наверняка вы слышали такое выражение, как FrontEnd, BackEnd и FullStack. Что такое вообще FrontEnd? Кто скажет? FrontEnd. Кто хочет? А, да? Ага. Ну, FrontEnd – это разработка интерфейса, непосредственно то, с чем взаимодействует пользователь. Абсолютно верно. Да, в этом плане. Ладно, BackEnd. Или можно сказать… Пожалуйста, пожалуйста. BackEnd – это разработка непосредственно кода, то, что не видно пользователю, условно говоря. То есть это, условно говоря, задняя часть такая скрытая от пользователя, которая вот уже является как бы ядром, именно основой всего там, допустим, приложения, которое там разрабатывается, да. А FullStack вот не знаю. Да, вы дали исчерпывающий ответ. Абсолютно верно. Все верно. Ребят, FullStack – это человек, который умеет делать и то, и то. Он и FrontEndщик, он и BackEndщик. Это FullStack. То есть, допустим, вы можете изучить JavaScript, React или Vue – это FrontEnd. А для BackEndщик – изучить Node.js. И вуаля, в конце вы становитесь FullStack разработчиком. Вы умеете работать и с серверной частью, да, с базами данных, и умеете создавать красивые приложения. Вот. Это у нас FullStack. Окей. Да, ну тут уже, смотрите, кстати, Senior FrontEnd Developer. Сеньорами становится, скажем, от пяти лет. Опыт считается. То есть, если вы в течение пяти лет хорошо поработали, вот вам будут предлагать вот такие зарплаты. От четырех тысяч долларов в США. Кстати, я могу по опыту вам сказать, у меня есть знакомые, которые работают с сеньорами, вот, и они зарабатывают, ну, не четыре, больше, больше, чем та сумма, которую только что мы с вами видели. Так что все у вас в руках. Если вы, я хотел сказать вам такое, да, слава на путь, если вы решили заниматься IT, просто любите свое дело и идите до конца. И тогда я вам обещаю, у вас будут и хорошие зарплаты, и вы будете работать даже в иностранных компаниях. Теперь давайте по поводу Visual Studio Code. Пожалуйста, поставьте в чате плюсики те, кто установил Visual Studio Code. Угу. Угу. Окей, отлично. Ага. Ну, в любом случае у вас останется запись. Если вдруг вы не успеваете или вам неудобно, вот, потом вы можете запись пересмотреть. Окей. Теперь давайте остался... Так, нам остался следующий шаг. Сейчас, секундочку. Так. Сейчас мы с вами вернемся к нашим играм. Вот. Да, мы с вами, получается, скачали и установили, и нам теперь понадобится любой браузер. Ну, браузер у нас наверняка есть. А теперь, пожалуйста, создайте папки на рабочем столе. И назовите его, скажем, my first site. Назовите его как-то так. Или мой первый сайт. Создайте, пожалуйста, папку. Вот. И после этого открывайте Visual Studio Code. Сейчас я вам покажу игры на JavaScript. А потом мы с вами попробуем вместе создать мини-программку на JS. Так. Так, секундочку. Так. Давайте мы с вами начнем с популярной игры, которая открывается тогда, когда у вас нет интернета. Ну, наверняка, вы эту игру помните, да? Это как динозаврик, который прыгает. Вот. Эта игра у нас включается, когда у нас нет интернета. Итак, давайте я его запущу. Сейчас идет загрузка. Минутку. Так. Уширение. Да. Идет загрузка. Так, пока у меня идет загрузка, давайте мы с вами сделаем так. Смотрите. Открываем Visual Studio Code. В левом верхнем углу у нас с вами есть менюшка. И давайте мы с вами выберем файл. Файл. И открыть папку. Открыть папку. Выбираем рабочий стол. И, пожалуйста, выберите ту папку, которую вы создали. Вы ее выбираете и нажимаете открыть. Открыть. Так, сейчас, секундочку. Возможно, мне потребуется перезагрузка. Так. Так, 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 так. Да. В этот момент мой ноутбук решил подумать. Окей. Так, как видите, технические неполадки. Сейчас, секундочку. А хотя давайте так. Я вам так покажу. Сейчас. Так. Внимание. У меня есть папка с двумя играми. Итак, начнем с первой игры. Сейчас я его открою в браузере. Итак, смотрите. Вот игра, которая была сделана на JS. Даже сама прорисовка, то есть, допустим, сам минозаврик, кактус, сама дорожка, по которой он векает, это все было сделано с помощью JavaScript. А точнее, у JavaScript есть инструмент, который называется Canvas. С помощью этого инструмента мы с вами можем рисовать. Вот. Вот так вот. Но наверняка вы заметили, что при столкновении с кактусом ничего не происходит. Итак, с помощью JavaScript сейчас я добавлю код, который среагирует, когда мы столкнулись с кактусом. И у нас появится уведомление о том, что наша игра закончена. Так. Для этого давайте я перезагружу визу в StudioCopy. Так. И теперь у меня есть файл под названием script.js. Я буду работать с ним. Отлично. Он у меня открылся. Так, что я сделал? Теперь, смотрите. Здесь есть специальная строка кода под названием alert. Команда alert в JavaScript. Кстати, мы сейчас после этого будем с ним работать. Команда alert позволяет нам вывести уведомление. И у нас выведется уведомление со словами game over. Давайте я его раскомментирую. Зайдем на сайт и посмотрим. И теперь смотрите. При столкновении у меня появилась надпись game over. Игра окончена. Упс, не успел. Так, прыгаем. При столкновении. И надпись game over. Вот. Это все делается благодаря JavaScript. И обратите внимание. Эта игра была сделана с помощью 24 строк кода. И то это вместе с такими пробелами. Видите? То есть это еще можно сократить. Ну, грубо говоря, 20 строк кода. И у нас уже есть готовая игра. Вот. Это что касается этой игры. Дальше идем. Вторая игра. Это у нас Flappy Bird. Наверняка вы все о ней помните. Это у нас птица, которая летает между колонками. Давайте я ее тоже открою. Так. Flappy Bird. Тоже открою в браузере. Вот. Внимание всем. Смотрите. Я нажимаю на клавиши. И моя птичка подпрыгивает. Вот. И когда я столкнусь, моя игра начнется заново. Так. О. А, не сутился. Вот. Я сталкиваюсь с колонкой. Так. Ничего не произошло. Так. Давайте посмотрим код. Так. Где у нас? Так. А если я посмотрю вот эту? Вот это у нас Canvas. Это у нас Canvas. Так. Индекс HTML. Да. Сейчас я попробую столкнуться. Вот. Видите? При столкновении игра запускается заново. Вот. И обратите внимание, что каждый раз положение колонок тоже меняется. То есть получается, все это делается с помощью математики. То есть с помощью некой функции, которая называется random. Вот. Это что касается двух этих игр. Вот. Конечно же, на JavaScript можно делать любые игры, любые программы. Ограничение лишь только в ваше воображение. Вот и все. Окей. Это что касается игр. Теперь давайте мы с вами вместе попробуем написать программу, которая будет с нами здороваться. Вот. То есть она у нас будет... Да. Кстати, вот в чат скинули ссылку с этими играми. Вы можете запустить их. Там есть файлы index.html. Просто два раза на них кликайте, и у вас в браузере откроются игры. Вот. И теперь давайте мы с вами создадим нашу мини-программу. Итак, мы с вами... Так, давайте я тоже создам на рабочем столе папку. Папку. Так. Я ее переименую. Я напишу mysite, как это называется, и открою его в Visual Studio Code. Итак, вот у нас слева есть панель, где мы можем видеть нашу папку и все файлы, которые будут в ней находиться. Теперь, следующий шаг. Давайте мы с вами установим одно расширение, очень полезное для этого. Слева у нас есть такая темная панель. Вот она находится слева. И в самом низу есть такие квадратики. Extensions, да, или в переводе означают расширение. Нажмем сюда, и в поисковик напишем такое слово, как live server. Пишем live server. У нас появляются вот такие подсказки. И давайте мы с вами выберем самый первый вариант, у которого больше 28 миллионов скачиваний. Live server. И здесь снизу будет кнопка установить. Ну или install, если у вас на английском. Нажимаете install, установить. Как только вы это сделаете, пожалуйста, поднимите руку, чтобы я знал. Отлично. У всех получается. Прекрасно. Теперь объясняю, для чего нам это нужно. Когда мы работаем с HTML, нам нужно запускать наш сайт в браузере. Только что я вам показал один метод. То есть я нажал на индекс HTML. Вот, допустим, где у нас. Вот, JS игры. Вот, видите? Я могу два раза кликнуть на этот файл. Вот. А есть другой способ. У нас справа внизу появляется слово go live. Но пока что нам запускать нечего. Поэтому давайте мы с вами создадим файл. Для этого есть много способов. Первый способ. Опять в левом верхнем меню, точнее углу, есть меню. Мы нажимаем файл и нажимаем new file. Это первый способ. Второй способ. Слева в панели, где у нас написано название нашей папки, есть такая иконка. Вот. Создать новый файл. Вот он находится. Можете нажать здесь. И третий способ. Это вы должны нажать клавишу control N. Control N. У нас появляется файл. Итак, давайте я создам файл с помощью control N. И что нам нужно сделать? Нам нужно наш файл сохранить. Мы нажимаем control S. S такая змейка, да, английская? Control S. И сохранить как? Мы пишем index.html. На самом деле название файла может быть любым, но по традиции в программировании вообще принято самый первый файл называть индекс. Это не закон, просто по традиции так принято. Первый файл называется индекс. Index.html. Сохранить. Если вы хотите создать файл вот здесь, нажав на эту иконку, пожалуйста, вы можете также набрать здесь. Index.html. Но я его создать не могу, потому что такой файл у меня есть. Вот. Дальше давайте мы с вами создадим еще один файл. Я нажимаю control N, control S. И следующий файл у нас будет называться script.js. Вот теперь мы с вами создаем javascript файл. Название может быть любым. И самое главное, это должно быть в конце .js. script.js. Нажимаем сохранить. Теперь давайте мы с вами обратно перейдем в index.html. Я нажимаю на эту вкладку. и ставлю восклицательный знак. У нас появляется подсказка. И мы нажимаем на эту подсказку. После того, как мы нажмем на эту подсказку, у нас появится базовый html код. Надеюсь, вы успеваете, у вас все получается. Остался последний шаг, который относится к html. Это у нас подключение javascript. Мы пишем, вот смотрите, обратите внимание, у нас есть команда body. В html они называются теги. И между этих body, вот здесь посередине, я пишу script. Это у нас уже команда script. И у нас появляются подсказки. Давайте мы с вами выберем второй вариант, вот, script.src. И здесь в кавычках нам нужно указать javascript файл. Он у нас называется, ну, у меня он называется script.js. Возможно, вы по-другому назвали. Вот, script.js. Еще хотел вам сказать один момент. Смотрите, когда мы пишем команды, нам нужно сохранять файлы. Но, чтобы нам не приходилось после каждого изменения нажимать ctrl-s, есть один выход. Если мы в левом верхнем углу нажмем файл, то у нас вот внизу есть такое слово, как auto-save. Или если у вас, вы установили на русском языке, у вас будет авто-сохранение. Нажмем на него, чтобы здесь появилась галочка. И программа будет сохранять наши файлы вместо нас. Auto-save. Файл auto-save. Окей, все. С html мы закончили. Все, к нему мы больше не вернемся. Теперь давайте мы перейдем к javascript файлу. Итак, давайте мы сделаем первый шаг. Мы поприветствуем мир с помощью javascript. Для этого мы пишем команду alert. Кто мне скажет, как alert переводится с английского языка? Хорошо. Кто хочет? Кто скажет? Alert команда? Типа напоминание? Нет? Так. Тревога. Ну, вообще, прямой смысл. Да. То есть прямой смысл тревога. То есть это что-то, что вызывает наше внимание. То есть мы должны обратить на это внимание. Алис. Вот. Пишем alert и обязательно ставим вот такие круглые скобки. Вот в этих круглых скобках мы должны поставить кавычки. Можно двойные, можно одинарные. То есть тут не принципиально. Ставим кавычки. И вот в этих кавычках мы должны написать по традиции, естественно, по традиции мы пишем hello world. Мы с вами, мы приветствуем мир. Круглые скобки, кавычки и hello world. Давайте мы поприветствуем мир. Если вы написали, вот здесь вот справа, в правом нижнем углу есть надпись go live. Давайте мы на нее нажмем. В правом нижнем углу go live. Я нажимаю. И сейчас у меня откроется браузер. Вот он. У меня открылся наш сайт. И появилась надпись hello world. Пожалуйста, поднимите руки, если у вас получилось то же самое. Отлично, здорово. Вот мы с вами поприветствовали мир. Теперь давайте мы продолжим и напишем программку. Итак, эту строчку мы можем удалить. Она нам больше не нужна. Все. С миром мы поздоровались. Идем дальше. Итак, пишем программу, которая у нас будет спрашивать, как нас зовут. Итак, во-первых, во-первых, нам нужно создать переменную. Для тех, кто не знает, сейчас я объясню. Пишем let, команда let. И пишем название переменной. Название может быть абсолютно любым. Давайте напишем name. Name равно. И пишем команду под названием prompt. Pro-m-p-t. Опять ставим круглые скобки, внутри кавычки. И вопрос. Как вас зовут? Сейчас я вам объясню, что мы написали. Пока можете переписывать. Итак, переменные. Что такое переменные? Переменные – это определенная ячейка памяти, в котором что-то хранится. Могут храниться цифры, слова, буквы, какие-то символы. Чтобы вам было проще понять, смотрите. Вот когда, допустим, когда вы учились в школе, наверняка вы помнили такую формулу, да? Допустим, как найти гипотенузу, да? Допустим, вы знаете, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Короче, формула так. С равно х плюс у. Ну, представим, что они у нас в квадрате все. Вот формула. Так вот, каждая эта буква, c, x, y – это у нас переменные, которые в себе могут хранить какие-то числа. Вот. Допустим, c равно 5 плюс 4. c – это у нас переменные. 5 равно c минус y. c – это у нас переменные. y – нет, 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 давайте так. 6 равно y минус 8. y – это тоже у нас переменные. То есть вот в этих случаях эти буквы – это у нас переменные. Но в нашем случае вот здесь вот, в нашей переменной name мы будем хранить имя, которое мы с вами запишем. Итак, мы написали, как вас зовут, и теперь давайте мы с вами обратно вернемся на наш сайт. И у нас должно появиться вот такое поле с вопросом, как вас зовут. Меня зовут Макжан. Меня зовут Макжан. И я нажимаю «Продолжить». Да, ничего не происходит. Абсолютно все правильно. Теперь остался последний шаг. Мы должны написать так, чтобы команда сказала, типа, здравствуйте, ваше имя, да, добро пожаловать там, тоже наше имя. Для этого мы пишем alert опять, как мы писали до этого. Ставим кавычки и пишем «Здравствуйте», я ставлю запятую пробел, запятая и пробел. Вот, в кавычках это все. И за кавычками, то есть после кавычек, я ставлю плюс и пишу название нашей переменной, в которой будет храниться наше имя. Вот. Здравствуйте. Плюс и наше имя. В JavaScript знак плюс означает объединение. То есть мы можем объединять строки вот таким вот образом. Как только напишите, можете заходить на сайт, вводить свое имя и посмотрите, что у вас в итоге получится. alert, стоп, да, и в кавычках «Здравствуйте», запятая и пробел, плюс имя. Почему мы ставим пробел здесь? Для того, чтобы наше имя не прилипло к запятой, чтобы было пространство между ними. Вот. Все. Давайте перейдем на сайт. Так, я обновляю. Вот. Как вас зовут? Я пишу. Меня зовут Макжан. Продолжить. И мне пишет. Здравствуйте, Макжан. Пожалуйста, поднимите руки, если у вас так же получилось. Здорово. Все. Я вас поздравляю. Вот. Видите? Полчаса, и вы уже сделали первую программу на JavaScript. Вот. По поводу практики мы закончили. Сейчас продолжит наш менеджер и расскажет вам о наших курсах. Вас не слышно? Слышно? Ага, слышно. Слышно. И о наших курсах двухмесячных, о которых как раз рассказывал Макжан до этого. Итак. Кто мы? Мы – ZB Academy. Мы являемся международной IT-школой. Почему мы являемся международной? В некоторые наши курсы к ним прикреплен иностранный специалист, который ведет и консультирует наших студентов. Также мы – школа, которая сотрудничает с университетами МКТУ в Туркестане, с университетом Кузыбаепа в городе Петропавл и с университетом Шакарима в городе Симплатинск. Также мы сотрудничаем с Туркестан Инвест, то есть мы стараемся популяризировать IT-образование в регионах. Мы также являемся участниками Техворда, и в данный момент мы запустили уже 10 различных курсов по разным языкам программирования. Также мы члены программы Research and Develop от Astana Hub. Итак, сейчас идет набор на наш курс по JavaScript, и в данный момент мы предлагаем одно из четырех направлений. Каждый из них длится всего два месяца. Если вы являетесь... ...и Node.js. Node.js предназначен для бэкэнд-разработки. Если вы хотите узнать более подробно о данных направлениях, вы можете после моей презентации уточнить о Макжанах. Итак, длительность, как я уже сказала, это всего два месяца. Этого достаточно для того, чтобы вы изучили основы и уже собрали свое небольшое портфолио. Формат – это онлайн-вебинары, которые длятся по три часа два раза в неделю. Также все обучение проходит на нашей собственной платформе. То есть у вас будет доступ к записям данных вебинаров. Если вы не успели посмотреть, вы можете посмотреть в любое удобное время. А вы можете через нашу платформу загружать ваши домашние задания, получать обратную связь от преподавателя, также проходить различные тесты для проверки знаний. По окончании курса вы получите сертификат об окончании. И, конечно же, самый главный вопрос – стоимость. Стоимость – 20 тысяч тенге за весь курс обучения, то есть за все два месяца. А если же вы хотите записаться на наши курсы, то на данном слайде наши контакты. Также мы отправим их в чат и будем рады видеть вас на наших курсах. Спасибо большое за внимание и за участие. Далее я переключаюсь на Макжана, и вы сможете задать другие интересующие вас вопросы касательно JavaScript. Спасибо. Все, спасибо. У кого есть вопросы? По поводу курсов, может, у вас есть вопросы? Или где вы можете их применить, для чего они могут пригодить вам? Да-да, конечно, слушаю вас. А можно узнать, что именно будут, ну, как практические задания, что именно будут делать на этих курсах? Да, конечно. Просто, например, если я хочу на работу устроиться, да, допустим, а я знаю, как делать игры на JavaScript. Ну, то есть, больше они... Да, давайте я объясню. Смотрите, мы будем проходить инструменты на JavaScript, да, то есть, это переменные, циклы, массивы, функции, ну, и так далее. Вот. Создание игры, то есть, тут дело не в конечном результате, а в том, что когда вы будете по ходу дела изучать, да, то есть, когда вы будете делать игры, вы будете использовать инструменты, которые мы с вами прошли, и тем самым вы будете развивать мышление программиста, понимаете? Вот у вас будет такое мышление, и тогда, когда у вас, допустим, вы устроитесь на работу, и вам будут давать задания, то, скажем так, вы будете быстрее осваивать, быстрее будете разрабатывать. То есть, это делается с этой целью, но и в то же время у вас будет портфолио, то есть, которое будет говорить о том, что вы не какой-то там человек, который там якобы что-то умеет, а вы действительно умеете. У вас есть портфолио, у вас есть опыт, у вас есть навыки, и для работодателя это будет хорошим показателем того, что вы действительно умеете. Вот. Это делается с этой целью в основном. Ну, и в то же время у вас будет развиваться мышление. Сейчас, конечно, возможно, по-другому кажется, но со временем вы сами это поймете. Так. Надеюсь, я ответил на вопрос. Следующий вопрос. Кто еще хочет? Подскажите, пожалуйста, получается, уроки проходят в онлайн-формате или это записанные уже уроки? Уроки будут проходить, извините, что я вас перебиваю, уроки будут проходить в онлайн-формате, и у нас еще будет, у нас еще ведется запись урока, то есть, если вдруг вы не успели, если вдруг, ну, когда вы не присутствовали на уроке, то потом на платформе вы можете посмотреть запись урока, то есть, вы как бы не отстанете. Так, подскажите, курс на каком языке? Курсы будут вестись на двух языках, на русском и на казахском. Вот. Я веду группы, я могу вести группы и на русском, и на казахском. Вот. Ну, у нас есть еще и другие преподаватели тоже, тоже очень хорошие квалифицированные специалисты. И получается этот курс с обратной связью, да? Да, обязательно. Вы можете в любое время задать мне вопрос. Ну, конечно же, если я в это время не буду занят уроками, да, то я спокойно вам отвечу всегда, с удовольствием. А сколько людей обычно в группе? Или это уже не зависит? Ну, по-разному. Где-то 10, где-то 20. И когда планируется старт курса? Так, это уже вопрос к нашему менеджеру. Наш менеджер вам подскажет. А, да, вот ответ в чате. Старт курса по мере набора групп. Да. То есть как только группа сформируется, мы сразу начинаем. Вот. И хотел сказать, что у нас будет не так много теорий. В основном только практика, практика, практика. Да? Еще вопросы? И по графику курса это, получается, в будни дни будут проходить курсы? Тут уже опять вопрос к менеджеру. Здравствуйте еще раз. Касательно графика. В данный момент, например, вот наши остальные 10 курсов, которые запущены, уроки проходят в будни по вечерам. Получается, от 7 до 10 часов вечера. Либо два раза в неделю по будни, в будни вечером, либо один урок утром в выходные. То есть мы специально подпримаем такой график, чтобы люди после работы, после учебы успевали посетить урок. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Да? Еще вопросы? Сколько процентов домашней работы надо выполнить, чтобы получить сертификат? Так, тут не в процентном соотношении, но выставляются, да, выставляются оценки. Это тоже будет влиять. Ну, получается, если там по работе не будешь успевать, сдавать домашку вовремя. Да, ну, то есть вам не обязательно, как бы, в тот же день, то есть получается, в течение недели вы должны выполнить домашнее задание. То есть у вас будет время запаснуть. Понятно. Спасибо. Еще вопросы? После окончания этого курса наши дальнейшие шаги, это надо еще какие-то курсы проходить, чтобы улучшить свои имы? Да, желательно. Я рекомендую вам после JavaScript перейти на Vue.js или на React.js, а после этого рекомендую еще изучить Node.js. В чем отличие? React и Vue – это фреймворки, которые с помощью них мы можем создавать веб-интерфейс. То есть, допустим, если вы устроитесь работать в банк, скажем, в отдел автокредитования, ну, допустим, вы будете разрабатывать интерфейс, на котором, допустим, должны выводиться данные о клиентах, об их заемах, какие у них автомобили. То есть, получается, вы рисуете, да, то, что видят пользователи, вы будете делать. Это относится к React и Vue.js. А второе – я еще рекомендую изучить Node.js. Node.js – это уже backend, то есть это уже работа с базами данных. Допустим, вот наверняка у вас у всех есть мобильные приложения банковские, да, ну, тот же Caspi, допустим. Вот, допустим, вам приходит уведомление, скажем. Допустим, вам нужно сегодня оплатить кредит, допустим. Откуда эти данные появились? Эти данные появились из баз данных, то есть, допустим, система проверяет, пришел ли ваш день оплаты. У вас в базе записан ваш день оплаты. Он сверяется, да, сегодня день оплаты, и получается, отправляется запрос, и вам на телефон появляется уведомление. Пожалуйста, сегодня оплатите ваш кредит. Ну, если такой пример брать, конечно. Вот это что касается back-end. Просто почему именно с JavaScript? Дело в том, что и React, и Vue, и Node.js, видите, у них в конце есть слово JS. React.js, Vue.js, Node.js. Они все созданы на основе JavaScript. Получается, там практически все инструменты, которые вы будете проходить на этих курсах, это все будет из JavaScript. То есть, как бы, у вас никаких проблем с освоением вообще не будет. Вот. Поэтому я рекомендую после JS выбрать React или Vue, а после них Node.js. И после этого, пожалуйста, можете смело искать работу. Еще вопросы? Ну, если еще, ну, как бы, если вопросов нету, если вам все понятно, тогда я с вами прощаюсь. Спасибо вам, что вы пришли. Надеюсь, вам было интересно. Вот. И надеюсь вас увидеть на наших курсах. Будем вместе изучать. Вот. Спасибо за внимание. Вам большое спасибо. Да. Ссылка на почту придет, да? На запись. Да, 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 должно быть. Благодарю. Спасибо, было очень интересно. Всем спасибо. Вам тоже спасибо. Всего доброго. Желаю вам удачи. Всего большое, да, до свидания. До свидания. Ага, все, да. До свидания всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok